Клубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие участники Ассамблеи Русского Мира, я очень рад, что имею возможность обратиться к вам, что мы сейчас вместе на круглом столе, как преподавать русский язык в цифровую эпоху. Конечно, я хотел бы общаться с вами в другом формате, хотелось бы видеть ваши глаза, слышать вас не через экран, но я абсолютно уверен, что то, что мы сегодня вместе, то, что мы продолжаем делать самое важное дело нашей жизни в любом формате, это само по себе уже приближает тот момент, когда мы сможем быть вместе в понятном, дорогом, проверенном для нас формате. Уверен, что сегодня мы вместе делаем такой шаг. На самом деле, нас раньше объединяло то, что мы вместе делали самое главное дело нашей жизни, думали о продвижении, укреплении позиций русского языка во всем мире. Это, безусловно, нас объединяло и будет объединять всегда. Кроме этого, сейчас у нас возникла новая тема объединения, и эта тема связана с тем общим испытанием, с которым мы столкнулись в этом году. Давайте рассматривать это не просто как вызов, не просто как возникшую сложность в нашем общении. Давайте вспомним древнюю китайскую мудрость, которая говорит о том, что когда к тебе приближается ураган, не торопись строить каменную стену, попробуй построить ветряную мильницу. Я думаю, что жизнь, после того, как мы вместе наверняка преодолеем этот вызов, наверняка уже не будет никогда такой, какой она была до пандемии. И наша задача – сохранить в этом будущем все лучшее, что мы с вами создали вместе, сохранить лучшие наши программы в части поддержки и продвижения русского языка, но не просто сохранить, а и создать новые условия для того, чтобы, выйдя из испытания более сильными, мы могли бы еще более успешно и эффективно делать то общее дело, которое нас связывало, связывает, и, я уверен, будет связывать. Конечно, как всегда, у нас есть разные условия, есть отличия региональные, связанные с реализацией нашего общего дела. Так было, так есть и наверняка так будет. Поэтому я уверен, что сегодня мы будем обо всем этом говорить. и о нашем общем деле, и о том, как преодолеть возникшие проблемы, и будем наверняка иметь возможность воспользоваться опытом каждого из нас. И будем, конечно, говорить о тех специфических условиях, которые есть в регионе. Самое главное, что мы сейчас вместе, мы будем вместе. Это самое-самое главное. Спасибо вам за то, что вы сегодня нашли возможность принять участие в нашем круглом столе. Мы привыкли к тому, что язык является ведущим средством передачи мысли. Но какую роль он играет сегодня, когда цифровизация проникает во все сферы общественной жизни и предлагает нам уже готовые решения для его преподавания? Интерактивные задания на сайтах, электронные учебники, дистанционное обучение, авторские блоги о лингвистике. Что это? Ответ на вызовы современной эпохи или полноценные инструменты для педагогической деятельности? Как к этому нововведению относятся сами участники процесса, дети и их родители, мы узнали у москвичей. Мне не нравится образование онлайн, потому что если вы учитесь, например, с учителем, то есть вы можете спросить у него, что вы не поняли и так далее. А вот образование, ты просто скидываешь домашнюю работу, и они принимают и принимают. То есть если ты там чего-то не понял, они не могут тебе объяснить лично и так далее. Я со своего опыта могу сказать, что там все списывают, все домашние, домашние, и вот, мы ничему не можем научиться. Мне кажется, частично онлайн-образование может присутствовать как такая возможность, как удобство в современных условиях, это удобно совмещать с работой. Но все-таки группа, такое явление как группа, это очень важный элемент социализации и развития человека. Поэтому мне кажется, что целиком онлайн-образование, оно лишит человека очень важного чего-то. Образование — это не только сама учеба, но это еще и общение между учениками, это их взаимодействие, социализация, которая невозможна дома. Плюс дома — это постоянные сидения перед компьютером, это очень плохо влияет на детей, у них отсутствует общение. У меня ребенок на карантине, он чуть ли не в депрессию впал по этому поводу, поэтому я вот резко против онлайн-образования. На мой взгляд, онлайн-обучение не надо его делать детям, потому что они плохо воспринимают дома, проблема родителей, они не все могут справиться с компьютером, с установкой вот этих программ, платформ. И дети плохо воспринимают дома, потому что класс есть класс, общение должно быть детей в классе, и учителя в том числе. Не каждый родитель может объяснить так, как учитель. Я хочу в школу ходить, онлайн мне не нравится. В современном мире интернет считается одним из основных источников образовательной информации. С этой точки зрения новые технологии могут рассматриваться и как средство обучения, как источник учебных материалов, как механизм организации межкультурной коммуникации. На сегодняшний день технологии стали неотъемлемой частью сферы образования, а опыт дистанционного обучения в период карантина доказал, что без онлайн-сопровождения многие потеряли бы базовый доступ к комфортному преподаванию и получению знаний. Несмотря на то, что часть экспертов все-таки негативно относится к цифровизации образования, аргументируя это упрощением разговорного языка, а технологии, несомненно, предлагают нам широкий спектр новых форматов получения знаний. Уже сейчас в сети мы можем наблюдать игровые форматы изучения русского языка, онлайн-словари, презентации, лекции и многое другое. Дорогие друзья, сейчас я с большой радостью предоставляю слово первому нашему участнику круглого стола. Сулейменова Елеонора Дюсиновна, Казахстан, член президиума Маприал, президент Казахстанской ассоциации преподавателя русского языка и литературы, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии и переводческого дела Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Говорить о важности этого региона для нашего общего дела излишне. Казахстан активно развивается. Что очень хорошо и что производит на всех впечатление, там построена осмысленная языковая политика, в котором русскому языку отведено свое место. Можно думать о том, достаточно ли оно, но нельзя не видеть осознанной языковой политики, которая реализуется в Казахстане. Но что касается Елеоноры Сулейменовой, то деятельность Маприал на протяжении долгих лет была бы невозможна без ее активного участия. Когда Елеонора Сулейменова у руля в части языковой политики, связанной с русским языком в Казахстане, мы можем быть спокойны. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рада приветствовать всех, кого заинтересовал вопрос, как преподавать русский язык в цифровую эпоху. И, конечно, я буду говорить о Казахстане. COVID, как показалось поначалу, поставил всех предметников в равные условия. Однако скоро подтвердилось то, что мы все хорошо знали. Обучение языкам требует особой тщательности в выборе и использовании электронных средств. Трудности онлайн-обучения русскому языку в Казахстане связаны также с общими особенностями системы образования. Во-первых, русский язык в Казахстане – это обязательная учебная дисциплина в школах и лицеях со всеми языками обучения, то есть в казахской школе, в узбекской школе, в русской школе, в таджикской школе, в уйгурской школе и так далее. Русскому языку в школах и лицеях обучаются, начиная со второго класса и заканчивая выпускным классом. Кроме того, русскому языку обучают во всех колледжах. Русскому языку обучают на первом курсе университетов, независимо от будущей профессии. Как вы видите, разброс очень большой, и он усугубляется еще одним моментом. Казахстан – это страна с малой плотностью населения. Всего шесть человек приходится на квадратный километр. И в Казахстане все больше и больше в связи с урбанизацией открывается малокомплектных школ. Малокомплектная школа – это особая школа, как вы понимаете, уже исходя из ее названия. И вот если обратиться к известной диспропорции между сельскими школами и городскими школами и прибавить сюда еще малокомплектные школы, то мы увидим, что дистанция между разными типами школ очень большая. И дистанция эта в первую очередь обнажилась в период коронавируса, потому что онлайн-обучение в школах с недостаточным или отсутствием доступа к интернету практически оказывается очень трудным. И здесь, пожалуй, полезной будет та информация, которая была предоставлена на недавно состоявшейся онлайн-конференции в Индии. Эта информация была предоставлена Александром Коротышевым. Он рассказывал о результатах интереснейшего проекта, осуществленного МАПРЯЛ. Проект называется «Преимущества и трудности использования электронных средств в обучении русскому языку». Этот опрос проводился в АПРЯЛ раньше, в самом начале эпохи коронавирусной эпохи. И за это время изменилась линейка электронных средств. Она расширилась. Во-первых, кроме тех популярнейших электронных средств, платформ, как Zoom, Skype, Microsoft Teams и другие, в Казахстане стали шире использоваться модул и канвас. Кроме того, в Казахстане к настоящему времени созданы и совершенствуются собственные платформы. В частности, задолго до пандемии была создана платформа «Белем» – универ. И совсем недавно к ним присоединился «Женалос». Платформа «Белем» оказалась надежной и вполне оправдывает доверие учителей, родителей, учеников. Важный момент – это, конечно, использование возможностей телевидения, радио. На отечественных каналах «Балапан», «Элярна», «Галам» с применением новых технологий проводятся видеоуроки русского языка для школьников. То есть, видеошколы следует тоже присоединить к тем средствам, которые используют при обучении русскому языку. Есть еще важнейший момент. В Казахстане широко используются российские веб-ресурсы для обучения русскому языку в школе и в ВУЗе. И с благодарностью используются. Поскольку диапазон предлагаемых России электронных средств по обучению русскому языку радует, точно так же, как удовлетворяет и высокое качество предлагаемых электронных материалов. С первых дней создания Республики Казахстан все школьные учебники, в том числе учебники по русскому языку и литературе, создаются в нашей стране нашими авторскими коллективами. В настоящий момент уже действует четвертое поколение школьных учебников. Все они доступны в электронном режиме и могут быть скачаны любым школьникам. Если сравнить, какие ресурсы используются учителями и преподавателями ВУЗов, то тогда обнаруживается, что учителя преимущественно используют казахстанские электронные продукты и телевизионные школы, привлекая российские ресурсы в качестве дополнительного материала. Преподаватели ВУЗов более свободны в выборе электронного учебного материала. Они используют платформы самых разных ресурсов, как казахстанских, так и зарубежных. Вот типичный ответ преподавателя одного из алматинских университетов. Она говорит, я работаю в Zoom, Microsoft Teams и в Moodle, а вот для интерактивных презентаций использую приложение Google, в частности PeerDeck, как виртуальную стену. Я использую Padlet, потому что на нем можно размещать полезную информацию, ссылки, картинки, цитаты и так далее. Для презентации и постеров использую Canvas, для игр, викторин, опросов или создания тестов другое приложение. Для обратной связи, особенно если студент живет в отдаленном ауле, приходится обращаться к привычным мессенджерам, WhatsApp или Telegram. То есть, как всегда, преподаватели и учителя русского языка быстро приспособились к вызовам коронавирусной эпохи, стали более, еще более самоотверженными и изобретательными, стремясь как можно лучше и с хорошими результатами обучать школьников и студентов русскому языку. Сейчас я хочу дать слово второму нашему участнику, Артему Стаёке, вице-президенту Маприалу, профессору русского языка и литературы, Хельсинского университета, доктору философии. Вы знаете, все, что мы делаем, должно основываться на серьезном научном основании. И мне очень приятно дать слово Артему Стаёке, который является авторитетнейшим русистом и для русистов России, и для русистов всего мира. Вопросы, связанные с дистанционным обучением, сейчас неоднозначно решаются в разных регионах мира и в разных регионах России даже. Надо сказать, что вот после весны, когда у нас было некоторое очарование и даже удивление от своих собственных возможностей, от возможностей жить в этом новом формате, наступает некоторое отрезвление. И вот в России, во всяком случае, и летом, и осенью возникает большая волна сомневающихся в том, что это достаточно эффективно, и по этому пути мы можем идти с такой же стремительностью, как предполагали, идти еще в конце весны. Еще раз я рад передать слово настоящему профессионалу, замечательному русисту, члену президиума Маприал многие-многие годы, Арте Мустайёке. Пожалуйста, Арте. Уважаемые участники ассамблей, меня попросили коротко рассказать об обучении русскому языку в Финляндии. Действительно, то, что произошло в нашей стране, как и во многих других, весной, это что-то особенное. У нас уже годами говорят, что нужно сделать цифровой прыжок, нужно перейти в использование онлайновых разных возможностей, это касается администрации, обучения и всего общества. Но очень медленно шел этот процесс. А вдруг весной из-за коронавируса за одну неделю, за две недели все изменилось целиком. Потому что школы должны были перейти на бессонтционное обучение. Это, конечно, была огромная задача для препаравателей, а также для учеников. Потому что это... Там были многие-многие разные такие препятствия. Во-первых, нужно было выяснить, имеют ли все ученики дома возможности для онлайновых занятий. И умеют ли преподаватели использовать разные программы, которые нужны им и так далее. Но, как ни странно, все шло удивительно плавно. За очень короткий срок преподаватели усвоили новые методы. Конечно, они раньше использовали иногда компьютерные программы преподавания. Но дистанционного обучения у них не было. Потому что школа работает. Так что люди, ученики там, классы. Так что это была очень большая задача. И здесь, конечно, такой момент, что язык это не математика. Язык это средство общения, обучения, коммуникации. Так что для обучения языку нужны другие методы, другие формы обучения. Конечно, и что касается языка, есть и такие моменты, которые как-то можно делать самостоятельно. Например, я уже в 90-х годах сделал такую компьютерную программу, с помощью которой можно выучить практическую морфологию существительных, русских существительных, прилагательных. Это достаточно умная программа. Во-первых, сама программа создает разные контексты, где вот эти слова склоняются. И потом программа проверяет ответ студента или ученика. И так что не только дает оценку правильно или неправильно, он дает еще и объяснение, вот комментарий. Например, если ученик ответил, ну, скажем, такое предложение, «Папа Яга живет летом в лесе», тогда программа дает такой комментарий. В принципе, это правильная форма для слов мужского рода, потому что «е» – это нормальное окончание при предложенном падеже. Но это слово, как и некоторые другие, это исключение. Так что это не только оценивает правильно или неправильно, но и дает комментарий, который помогает ученику выучить вот разные правила русского склонения. Ну, когда мы говорим об общении, тогда же нужны и другие формы обучения. И здесь, конечно, разные эти программы, например, в Zoom, там есть возможность сделать и групповые работы. Это финские учителя всегда любили работу в группах, в парах. И эта новая технология позволяет и это. Это, конечно, значит, что преподаватель не может проверять все пары, все группы, потому что одновременно только преподаватель может следить за одной группой. Но считается, что это не так важно. Важнее, чтобы ученики говорили, говорили, говорили. Потому что через говорение мы выучиваем навыки общения. Еще достаточно интересная деталь, что касается контингента разницы учеников. Преподаватели, учителя, конечно, знают, что ученики разные. Так что у них есть разные такие таланты, и они по-разному относятся к разным вещам. Это понятно? Но когда ученики работали онлайн, тогда оказалось, что эти различия как-то расширяются, они увеличиваются. Например, некоторые ученики, школьники, которые в классах не очень успешно выполняют свои задания. А дома, когда они самостоятельно работали, они намного более успешно совершали эти такие задания. Так что когда был вокруг покой, и они могли спокойно сосредоточиваться, успеваемость была выше. Конечно, были и такие школьники, для которых вот эта работа онлайн как-то вообще не удалось. Потому что для них самостоятельная работа дома без окружения оказалась слишком необыкновенная, и они не привыкли к такой работе. Так что мы прошли очень интересное время, и очень быстро учителя выучили очень много новых навыков, что касается методологии преподавания, что касается разных форм обучения. Конечно, сейчас, когда постепенно нормализируется, я не знаю, когда все будет нормально, нормально, наверное, уже не будет. А у преподавателя есть более широкий запас разных методов, разных форм обучения. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Желаю вам хорошего освобождения. Дорогие друзья, те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, не только прерогатива русистов, специалистов в области русского языка и литературы. Эти вопросы имеют огромное значение для всего нашего общества, для самых разных людей во всем мире. Поэтому очень правильно, мне кажется, что сейчас я предоставляю слово Ирине Эдуардовне Слуцкой, российской фигуристке, серебряному призеру Олимпийских игр 2002 года, бронзовому призеру Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионке мира, первой в истории одиночницы семикратной чемпионки Европы, четырехкратной победительнице филиала в серии Гран-при, заслуженному мастеру спорта России. В настоящий момент Ирина Эдуардовна является депутатом Московской областной думы от партии «Единая Россия» и членом совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. Наконец, председателю президиума Добровольного физкультурного союза и замечательный телеведущий. Коллеги, вот очень важно, что с нами сегодня, Ирина Эдуардовна, пожалуйста, что вы можете нам сказать по той проблеме, с которой мы столкнулись все вместе? Я категорически против онлайн-образования и везде про это говорю. Я за то, что были дополнительные образования онлайн, так как мы, в принципе, и занимаемся. У меня ребенок дополнительно занимается математикой, иностранными языками. Все это идет онлайн. Но основное обучение должно быть в школе. Ребенок должен быть социализирован. Ребенок должен уметь общаться. Ребенок должен уметь отвечать на вопросы, поставленные педагогом в присутствии других ребят. Ребенок должен быть коммуникативным. Он должен уметь жить в той среде, в которой живет школа. Если это временно, но мы, конечно, это пережили, я надеюсь, что нас к этому не вернут. Но, во-первых, это ужас у родителей. Хорошо, когда есть возможность, когда есть несколько компьютеров, когда есть несколько комнат, и дети параллельно... Я живу, скажем так, в деревне, и у нас с интернетом часто бывают действительно большие проблемы, поэтому мы через телефон все это подключаем. Но, понимаете, у меня есть возможность. Один компьютер мужа, другой ноутбук мой. Мы рассадили детей по разной комнате, но когда они одновременно из двух комнат начинают кричать, мама у меня не подключилась, и один кричит, я не могу звук, другой кричит, я не могу видео включить. Хорошо, ребенок старше, ему почти 13 лет, он как-то более мобильный, а маленькая в свои 9 вообще ничего не понимает. И ты сидишь с каждым, ты все это настраиваешь. Галдеж полнейший, потому что, ну, детям-то это все... Знаете, как сказать, да, по их жаргону? По приколу им все! Родителям вообще не по приколу, это ад! Я говорю, хорошо, если есть сеть, если есть два компьютера, но нам еще повезло, нам, если что, в школах выдавали, то есть был опрос, у кого нет, школа выдавала на дом компьютерную, но это наша школа, а если это глубинка, как мы видели в видео, когда выезжали на столбах, дети учились, это просто беда, другого слова нет. Поэтому, ну, я считаю, и дети не могут, я не знаю, у них есть, конечно, вундеркинды, у меня дети не вундеркинды, я их очень люблю, для меня они самые лучшие, но они не вундеркинды. И у меня ребенок, особенно старший, он очень подвижный мальчишка, он вообще, наверное, недели две просто не мог понять, что происходит, это как, знаете, компьютерная какая-то игра, и что за это выставляют еще и оценки, и опять начинается, значит, вы должны прислать задание до пяти вечера. Хорошо интернет не работает, ребенок что-то не понял, он отправил, сколько у нас общий чат родительский, отправили, мы не поняли, дошло или не дошло, учитель тоже бедный, он не может разорваться на всех, понимаете, полурока учитель, значит, успокаивает ребят, потому что им же, ну, нет, друга видят, ааа, братан, привет, братан, привет, а в это время идет урок, и они не могут это осознать, там через какое-то время это все встало на рельсы, поехало, и они поняли, да, но это ушло время, и когда ребенок в электронном дневнике увидел там 10-22, он говорит, это что, я говорю, это ты не отправил вовремя, а это ты не успел, а это ты не смог, а здесь компьютер завис, так далее и тому подобное, знаете, тогда они взялись за голову и начали учиться, а у младшей, я вообще не поняла, как они учились, у них полтора часа в день, и все, я говорю, подождите, вы учитесь каждый день с 8 утра до часу дня, а здесь с 8.30 до 10, и все отучились, ну, то есть для меня это был ад, и я думаю, что для 90%, да. Ну, а теперь, коллеги, мы переходим к другому региону, для нас чрезвычайно важному, Вальтер Харри, член президиума Маприал, профессор Института словистики университета имени Эрнста Морица-Арнта города Грайсфальд, доктор филологических наук, замечательный русист в Германии. Что касается Германии, вы знаете, что во многом традиция образования российского заимствована еще в 19 веке из германского источника, поэтому мнение специалиста, всю жизнь проработавшего в системе образования Германии, замечательного русиста, прекрасно говорящего по-русски и чувствующего русский язык с невероятной точностью, для нас очень важно. Пожалуйста, Вальтер, вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мощный шквал удаленного преподавания, вызванный коронавирусом, поставив перед нами педагогами университетов средних и высших школ много проблем. Даже те из нас, кто виртуозно владел компьютером и интернетом, ощутили трудности из-за непомерного увлечения виртуальной нагрузки на глаза и психику. Хочу сразу сказать, что онлайн-образование намного-намного лучше никакого. Но никто, пожалуй, не согласится, что онлайн-образование не только лучше, но даже сравнительно равно образованию аудиторному. Лично для меня онлайн-семестор был намного тяжелее, чем обычное. Многим из нас пришлось впервые заниматься разработкой своих лекций и семинаров с поправкой на онлайн. И это требует много времени, ибо это не просто адаптация уже готового, а перекойка нового и нередко наш накопленный за долгие годы опыт аудитированного преподавания пасует перед виртуальностью. Больше всего для преподавателей творческих и умеющих индивидуально подходить каждому студенту не хватает импровизации. А ведь в нашем деле необходимо искусство, общение с аудиторией, реакция на то, как нас воспринимают студенты, самоконтроль всего этого, увы, нет или почти нет в онлайн образовании. Но есть и большие плюсы такой формы преподавания. На платформах можно разместить весь материал, например, презентации, раздаточный материал, аудиофайлы. Студенты могут в любое время скачать необходимую информацию и сделать упражнение самостоятельно. На платформе можно разместить важную информацию об экзаменах, объявления, не рассылая электронных писем каждому отдельному студенту. Для подготовки экзамена такая платформа дает хорошую базу, а также обзор о пройденных темах. Благодаря некоторым программам мы имеем возможность наглядно показывать важные нюансы тем, а также подчеркивая разными цветами слова и выражения. В рамках общей для нас программы, которую нам организовал университет, можно использовать чат, чтобы показать студентам, как пишется то или иное слово. Содержание чата легко копируется и его не обязательно переписывать, тратя на это время и время занятий. Конечно, есть и немало минусов такого подхода. Отсутствие живого, оперативного, своевременного контакта с преподавателем и другими учащимися. Преподаватель не имеет возможности получить полную информацию от студентов. Понял ли этот студент материал? Онлайн обучение делает преподавателей еще менее доступными для студентов, а вопросы, которые в личном общении могут быть решены за 10 минут, обсуждаются в электронных письмах неделями. Мало интеракций между преподавательными студентами и между самими студентами. Контроль намного слабее, чем при непосредственном обучении общении в аудитории. Очень мало возможностей создать практические упражнения для студентов. Несмотря на все несомненные плюсы, у этих занятий есть огромный минус. Нет настоящего живого общения. Виртуальный мир ограничивает человека и дает ему минимальную возможность развития своей социальной компетенции. Таким образом, нормальные занятия по РК должны обязательно остаться основной формой обучения. Однако, в то же время, есть мысль использовать и онлайн форматы, но только как дополнительный контент. И мы должны не забывать, что современная профессиональная жизнь во многих предприятиях требует электронного общения, служащие, да и начальники, руководители и шефы часто работают в разных местах, а связь между ними по компьютеру. Значит, мы таким способом готовим наших будущих выпускников к реальной рабочей жизни. Но в то же время необходимо понимать, что сегодня дистанционное обучение категорический императив сложившейся ситуации, которая не нами придумана и не нами может и не должен быть отменен. Мы должны справиться с ограничениями так же, как смирился Александр Сергеевич Пушкин, попав в Болдина на холерный карантин. В результате такого смирения известны. Болдинская осень принесла миру его талантливые гениальные творения. Вот и мы, преподаватели дочь, должны быть в тренде, не брызжать, а стараться как можно лучше поставить этот рано-мало нам ведомый способ преподавания, создавая свои бодлинские осени во время карантинной чумы 25 века. И если карантин затянется, то каждый из нас должен регулярно делиться с коллегами своими опытом, а вместе создавать оптимальную методу работы в новых онлайн условиях, чего я и себе, и моим коллегам искренне желаю. Спасибо. Говоря о регионах, нельзя не уделить внимания важнейшему для нас региону, а именно Латвии. К сожалению, ситуация с языковой политикой в этом регионе для русского языка, мягко говоря, неблагоприятная. И хочется сейчас воспользоваться случаем и от имени всех приехавших на ассамблею, думаю, я так могу сказать, поблагодарить всех тех, кто с большой сложностью, с большим трудом для себя, тем не менее, делает все возможное для того, чтобы сохранить русский язык, сохранить русский язык для молодого поколения соотечественников наших в очень и очень неблагоприятных условиях. Здесь к ситуации с пандемией добавляется еще и специфика языковой политики в Латвии. Пожалуйста, Алла Березовская, известный журналист и общественный деятель, представитель штаба защиты русских школ в Латвии. Алла, большое вам спасибо за то, что вы делаете. Расскажите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить русский мир и все русское зарубежье за вашу горячую поддержку нашей борьбы за сохранение русских школ в Латвии. Но, к сожалению, реальность сегодня такова, что все школьное образование постепенно переводится только на латышский язык обучения. И в Латвии русским детям, по сути, в средней школе остаются только на сегодняшний день два урока в неделю русского языка и урок литературы на родном языке. Все остальные предметы они будут изучать и изучают уже только на латышском языке даже в частных школах. В связи с этим родители, примерно 200 человек, уже обратились в Европейский суд по правам человека за защитой прав своего ребенка. Но, к сожалению, эти суды будут рассматривать наши иски, видимо, в течение нескольких лет. А учиться нашим детям нужно сегодня и сейчас. Родители в отчаянии ищут какие-то варианты обучения своих детей на родном языке. Да, в России существуют, они предлагают нам коммерческие образовательные программы на платных условиях. К сожалению, это, в общем-то, не для всех доступно. Именно поэтому мы хотели бы обратиться к фонду «Русский мир» и к России с предложением взять на себя разработку, создание и внедрение «Единая дистанционная российская средняя школа для детей соотечественников», где можно было бы учиться бесплатно по единой программе, российской программе. Потребность такой дистанционной российской школы, она сегодня просто огромна. И причем не только для детей соотечественников, ведь многие россияне, сейчас живущие за пределами России, они бы тоже с удовольствием воспользовались такой возможностью учиться в российской школе дистанционно. Ну и что очень важно, понимаете, если наши дети, дети соотечественников, они будут учиться по российским программам, российских учителей, мы все же надеемся, что они тогда не утратят свою идентичность, что они не утратят какие-то духовные связи с Россией, с русской культурой, с русским языком. В противном случае для русского мира они просто могут быть потеряны. Нам бы этого очень не хотелось. Между прочим, такие печальные тенденции мы сегодня наблюдаем среди определенной части русской молодежи Латвии. Конечно, этот проект, как ядром его назвали, это единое дистанционное русское образование. Он еще пока на уровне идеи, но кое-какие наработки все же уже есть. И вот я попросила Юлию Сахину, она сейчас нам об этом кратко расскажет. Хочу поделиться свежим опытом, который сообщество родителей создало совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. За неделю мы собрали тысячу заявок для онлайн-школы для шестых-девятых классов, чтобы они могли обучаться основным предметам выходной день на русском родном языке. Это предметы могут быть такие, как русский язык, история, биология, химия, физика, география, математика. Те предметы, которые в заявках указали родители. Мы провели анализ и в связи с этим выбрали наиболее приоритетные предметы, которые интересны родителям. В связи с этим мы хотели бы поблагодарить Санкт-Петербургский государственный университет за такую великолепную возможность, которую они предоставили. Хочется отметить, что эти занятия предоставляются бесплатно. Поэтому и также такое огромное количество заявок для нашей страны, тысяча за неделю, подтверждает, что есть спрос на понятное качественное обучение, на понятном для детей языке. В связи с этим мы хотели бы попросить поддержать и помочь Санкт-Петербургскому государственному университету в развитии этой идеи, в этом начинании. Возможно, это могло бы быть какой-то базой для общего проекта в мировом масштабе. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что все-таки эта идея заслуживает хотя бы обсуждения в кругах нашего русского зарубежья. Всего доброго и удачи. Дорогие коллеги, я уже говорил сегодня, что у нас по сравнению с восприятием дистанционного обучения весной, сейчас ситуация несколько изменилась. Если весной мы все были рады и находились под очарованием того, что в этих условиях вообще можно жить и работать, то сейчас мы больше говорим о тех проблемах и нерешенных вопросах, которые нам необходимо решить. Второе, о чем я тоже уже говорил, это то, что сейчас можно, наверное, сказать, что наступила эра словаря, и что научно-информационные источники, существующие в словарном формате, сейчас актуальны как никогда. В связи с этим я с большой радостью передаю слово Дмитрию Инаильевичу Чердакову, старшему научному сотруднику Института прикладной русистики Герценовского университета, чтобы Дмитрий Инаильевич поделился с нами опытом и своим видением ситуации. Пожалуйста, Дмитрий Инаильевич. Дорогие коллеги, специфика обучения в цифровую эпоху проявляется не только в использовании различных электронных инструментов и онлайн-ресурсов, но и в изменении самой образовательной философии, которая должна отвечать новым формам социальной коммуникации, новым приоритетам в области профессиональных компетенций и новым чертам в психологии учащихся. И вот об этом втором аспекте я хотел бы сказать несколько слов, апеллируя к такому необходимому сегодня и очень важному сегодня умению, как самостоятельный поиск нужной информации и, что особенно важно в современных условиях информационного переизбытка, критическое отношение к ее источнику. Между тем, именно это, последнее, составляет основу гуманитарного образования и, конечно, образования филологического. Показательным и, в известной мере, тревожным в связи с этим является положение дел с онлайн-словарями русского языка. Обучение русскому языку на всех уровнях – это обучение в том числе навыку самостоятельного обращения к словарю. Львиная доля проблем, связанных с речевой культурой, на низкий уровень, который часто сетуют, была бы решена, если бы учащийся имел подобный устойчивый навык и при этом знал, к какому словарю, в каком случае надо обратиться и где его искать. И, конечно, здесь следует быть реалистами. Школьник, учащийся, студент обращается и будет обращаться к онлайн-словарям. Полиграфические версии словарей, несмотря на все масштабные проекты типа словарей XXI века, скорее всего, не будут ими востребованы. В интернете десятки сайтов со словарями русского языка, в частности, с толковыми словарями. Но это обилие обманчиво. Подавляющее большинство подобных ресурсов содержит одну и ту же словарную информацию. Я бы разделил эти ресурсы на три группы. На самом нижнем уровне находятся ресурсы, которые не дают даже минимальной атрибуции словарных данных и созданы вне всякого представления о филологии как специфической сферы знания и деятельности. Именно на таких примерах следовало бы вырабатывать у учащихся навык неприятия подобных ресурсов, использования подобных ресурсов, потому что они отвечают идеологии безответственного интернет-поиска. На следующем, более высоком уровне, мы обнаружим десятки сайтов, представляющих собой своеобразные словарные агрегаторы, где собраны электронные версии многих словарей, когда-то кем-то оцифрованных и с тех пор кочующих с одного сайта на другой. Подобные сайты анонимны, они заполнены рекламой, на которой авторы этих сайтов пытаются заработать. Атрибуция словарных данных здесь неточна или запрятана. Здесь отсутствует иерархия, ценностная иерархия в списке словарей, отсутствует логика в выдаче ссылок на словарные статьи. Здесь нарушаются все мыслимые авторские права. Это скорее не база словарей, а свалки словарей. И, пользуясь ими, мы выходим, как правило, за пределы легального законодательного поля и научно-корректного филологического поля. Наконец, ресурсы условно верхнего уровня представляют авторитетную, филологически корректно поданную информацию. Таких сайтов в русском интернете немного, и специалистам они должны быть известны. Печально, что все эти ресурсы разрознены. Чтобы сюда попасть, надо заранее знать, что они существуют. Некоторые давно перестали развиваться и, по сути, брошены. Почти все не приспособлены для работы с мобильными устройствами и периодически испытывают серьезные технические проблемы. Исключением является, пожалуй, грамота.ру, но и здесь нет необходимого словарного контента, чтобы соответствовать всем запросам пользователей, в том числе запросам школьников. Таким образом, в целом ситуация с онлайн-словарями русского языка не вполне благополучная. Мы пребываем в интернет-пространстве, где, с одной стороны, царит нагромождение словарных статей, нарушающие базовые принципы филологии, а иногда и законодательство. С другой стороны, есть ресурсы авторитетные, но неполные, заброшенные, часто плохо работающие с технической точки зрения и, за исключением, пожалуй, грамота.ру, мало востребованная широким кругом людей. Снова приходится говорить о насущной необходимости национального словарного ресурса, о разработке которого говорили и говорят сейчас, называя его теперь национальный словарный фонд, но результатов этой работы пока нет. Какими качествами должен обладать этот национальный словарный ресурс? Во-первых, на мой взгляд, это должна быть авторитетная марка, наделенная высоким репутационным рейтингом в кругу образованности, как когда-то такой маркой было имя Ушакова, а затем Ожегова. Во-вторых, это должен быть словарь, создающийся как онлайн-словарь изначально, то есть уже на уровне начальной идеологии, использующий все преимущества электронной формы, в частности, возможность постоянного пополнения, обновления и корректировки, а также возможность перестройки словарной статьи от краткого, условно-школьного варианта до полного, условно-профессионального. Безусловно, это должен быть комплексный словарь, то есть словарь, отражающий различные аспекты описания слова. Как можно больше аспектов здесь должно быть учтено. Опыт создания таких комплексных словарей в традиционном полиграфическом варианте у наших лексикографов есть. Но еще важнее, что именно так, по принципу комплексного словаря, строится постоянно пополняющийся и во многих своих частях уже превосходящий все научно созданные словари, вики-словарь и некоторые близкие ему по идеологии ресурсы. Наконец, обязательным требованием к подобному национальному словарному ресурсу должно быть максимальное удобство пользования. В идеале вообще без рекламы, непременно адаптивность под различные типы устройств, встроенность в социальные сети и, конечно, бесплатные, что важно, мобильные приложения. Только так мы сможем учить русскому языку, соответствуя тем требованиям времени, о которых я говорил в начале выступления. Спасибо за внимание. Ещё в XIX веке Срезневский называл русский язык предметом предметов. И действительно, только в языковых формах, в данном случае мы говорим о русском языке, существуют сакральные для нас ценности, духовные и нравственные. Необычайно важные для нас ценности интеллектуальные, научное знание. Именно на русском языке преподаются все предметы в русскоязычной школе. Поэтому вопрос относительно метапредметной лексики, вопрос относительно того, как соединяются разнообразные знания на лексическом уровне, в частности, на том лексиконе, который у нас используется в школьных учебниках, чрезвычайно важен. И я рад передать слово Дроздовой Ольге Евгеньевне, член управления Раприал, заведующей лабораторией междисциплинарных филологических проектов в образовании, доценту кафедры методики преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета, и я с гордостью говорю главному научному сотруднику Института прикладной русистики Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктору педагогических наук. Ольга Евгеньевна, как мне кажется, один из лучших специалистов в этой проблеме, имеющий очень важное прикладное и теоретическое значение в России. Пожалуйста, Ольга Евгеньевна. Дорогие друзья, я приветствую вас на 14-й Ассамблее Русского мира. Сегодня мы говорим о том, как преподавать русский язык в цифровую эпоху. И, конечно, во многих выступлениях речь пойдет об обучении онлайн, о новых технологиях и так далее. Но я хочу сказать сегодня вот о чем. В цифровую эпоху в определенном смысле становятся более острыми такие проблемы, как понять друг друга, как привлечь внимание к тому, что ты хочешь сказать собеседнику, а тем более ученику. И эти проблемы в педагогике актуальны всегда. Это проблемы понимания и мотивация. Много лет я разрабатываю такое направление методики преподавания русского языка как метапредметное обучение. И если использовать терминологию современных стандартов общего образования, это такое обучение, при котором дидактическим полем для освоения явлений и фактов русского языка, а также универсальных учебных действий с ними являются все области образовательного процесса. А говоря проще, я думаю, что наши ученики по-настоящему осваивают язык, когда мы приучаем их уделять внимание языковым аспектам в любой ситуации, в любой области жизни, о какой бы предметной области ни шла речь, или о какой бы сфере общения ни шла речь. Это утверждение справедливо и в отношении носителей языка и инофонов. Но реализовать такое направление обучения непросто. И непросто это не только за рубежом, в условиях ограниченной русской языковой среды, но и в России. И вот для российских учителей и студентов педагогических вузов в этом году у меня вышел такой учебник «Методика преподавания русского языка» «Метапредметное обучение». Вышел он в издательстве «Юрайт». И в этом учебнике очень много внимания уделяется тому, как добиться лучшего понимания текстов учебников разных предметов, в том числе терминов, встречающихся в них, да и общеупотребительных слов. Для нас не секрет, что даже дети, являющиеся носителями русского языка, нередко затрудняются в понимании даже некоторых слов общеупотребительных. И такую работу, а ее приемы универсальны для любого урока. Если ее назвать лингводидактическим сопровождением предмета, то ее может выполнять и учитель физики, и учитель истории, и учителя разных других предметов. Надо только, чтобы учителя-предметники понимали, как работа с языком их предмета поможет им сделать их дисциплину учебную более понятной, более интересной. Вот тогда они становятся союзниками учителей русского языка. Отмечу, что если обучение разным предметам на русском языке осуществляется в условиях зарубежной школы, то там тем более происходит интеграция обучения предметному и языковому содержанию. Но ведь лингводидактическое сопровождение может быть не только в урочной работе, но и сопровождение внеклассных мероприятий. И тогда, одновременно с решением других педагогических задач, таких как воспитание, развитие исследовательских умений, стимулирование художественного творчества. Можно повышать уровень овладения языком, стимулировать лингвистическое развитие обучающихся. И это тоже надо делать как в России, так и за рубежом. Перейду к примерам такой внеклассной работы. Вот в феврале 2021 года состоится, и я очень надеюсь, что эпидемиологическая обстановка это позволит сделать, состоится уже 25-й раз Международная научно-практическая конференция языка знания для всех. На этой конференции учащиеся основной и старшей школы, а последние пять лет и студенты разных специальностей представляют в своих докладах исследования языковых аспектов различных областей жизни. И каждый год общая тема этой конференции концентрирует внимание юных исследователей на каком-то определенном аспекте отношения языка и человека. Конференция проходит с 1997 года, а с 2007 года темы приобрели метапредметную направленность. На следующем слайде представлена тематика конференции языка знания для всех разных лет, начиная с 2007 года, когда мы стали охватывать стимулировать школьников, тогда еще студенты не принимали участие в этой конференции, исследовать какие-то языковые явления на стыке наук. И с тех пор мы затрагивали такие темы, как язык в диалоге культур, язык и профессия. Вот к этой теме мы обращались даже дважды, потому что она очень интересует школьников, а потом мы привлекли к этому и студентов. лингвистика каждого дня, язык и школа, язык и мир увлечений человека. И вот в этом учебном году будет тема такая обобщающая, потому что конференция у нас будет 25-я юбилейная «Взгляд на мир через язык». Среди участников этой конференции школьники из Москвы и регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Азербайджана, Молдовы, Приднестровья. В работе студенческих секций неоднократно принимали участие студенты-иностранцы, обучающиеся в Москве. А в этом году, например, приветствие конференции и видеозапись небольшого доклада школьницы на русском языке нам прислали из Денвера, штат Колорадо, Соединенные Штаты Америки. В январе этого года я проводила там мастер-классы в чартерной школе Global Village Academy и рассказывала о конференции языкознания для всех. И школьники, и учителя очень заинтересовались этим видом работы, который может помочь детям индивидуально осваивать те области русского языка, которые им особенно интересны. А в Москве на этой конференции 2020 года один из круглых столов, посвященный теме профессия переводчика, потому что общая тема была языкопрофессия, проводил Джулиан Генри Лоуэнфельд. Это американский и российский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. И обладатель медали Пушкина. Он один из лучших переводчиков стихов Пушкина. Фотографии круглых столов и викторины. Один из круглых столов был посвящен языку химии и биологии. И мы приглашали его провести коллег из Института химии и биологии МПГУ. И всегда, кроме выступлений с докладами, на конференции и вот ее программа этого года, каждый год у нас такая бывает интересная оформленная программа, кроме выступлений школьников с докладами, как я уже сказала, бывают круглые столы и какие-то игровые мероприятия, викторины лингвистические. Поскольку у нас сегодня разговор больше всего касается обучения русскому языку в цифровую эпоху, я вот хочу вам показать темы докладов разных лет, связанные с общением в интернете. Это всегда привлекает внимание школьников, и мы в качестве экспертов докладов, школьников и студентов, обязательно зовем таких ученых, которые хорошо разбираются в самых современных тенденциях общения в интернете. Вот, например, тема доклада «Способы образования никнеймов» или «Фонетическое письмо в интернет-общении», «Язык интернет-сообществ», посвященных книгам «Гарри Поттер». Особенности интернет-общения в России, в данном случае и во Франции, но вообще ребенок из любой страны может сравнить язык общения в России и в той стране, где он проживает, общение в интернете. Или «Мемы» как средство общения в интернете, связь мемов с фразеологизмами. В 2021 году, как я сказала, в текущем учебном году, общая тема конференции «Взгляд на мир через язык». На экране представлена тематика разных секций, которые мы намечаем провести на этой конференции. Ну, я не буду все раскрывать, но вот, например, секция «Язык и личность» здесь могут быть доклады, связанные с исследованием речевого портрета реального человека или известного человека, какого-то политика или актера, а может быть, неизвестного широкой публике, но очень важного для докладчика, его одноклассника, учителя, родственника. Отражение индивидуальных особенностей мышления и характера человека в его речи, сопоставление речевых характеристик разных людей. И, конечно же, мы одну секцию посвятим, а может быть, и две, теме «Язык в цифровую эпоху». И речь опять пойдет об общении в интернете как школьников, так и студентов, сообществ по интересам, о языке общения в социальных сетях, о сетевом этикете, языке дистанционного обучения, которое стало так актуально для нас в последнее время, о поликодовых текстах в интернетах, мемах, эмодзи, стикерах и тому подобном, цифровых неологизмах, языке блогера, жанрах интернет-текстов. И на слайде внизу вы видите адрес сайта, на котором можно подробнее узнать об этой конференции и подать заявку на участие, а также адрес оргкомитета. Впервые мы намечаем очные секции, мы очень надеемся, что они состоятся, и не только дистанционные, но и очные. Не только на базе Московского педагогического государственного университета и Московской школы номер 1561, где традиционно проводятся два дня конференции, но также и на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, а для дальнего зарубежья дистанционное участие будет предусмотрено. Хотелось бы, чтобы все состоялось. Фонд «Русский мир» в течение нескольких лет, в 2011-2014 годах, финансово поддерживал нашу конференцию, и символично, что в преддверии 25-летнего юбилея этой конференции вот такая предоставилась возможность рассказать о ней на Ассамблее Русского мира. И еще один проект, который хотелось бы представить. Это волонтерский проект, который мы осуществляли весной текущего года. Он предусматривал только дистанционную работу и был связан с 75-летием празднования Победы в Великой Отечественной войне. В дни празднования каждый год звучат по радио, по телевидению, в интернете находят учителя и используют на уроках, в специальных классных часах песни военных лет или послевоенные песни. Это песни нашей Победы. Но понимают ли все слова и выражения в этих песнях современные дети? Отнюдь не всегда. И чтобы эти песни стали ближе и понятнее ребятам, я и мои коллеги разработали викторину, в которой есть более простые, более сложные вопросы, но все они интересны. И ответы на них помогают детям лучше представить себе, как воевали их деды, их прадеды, как они радовались и горевали в военные годы. И в части этапов викторины дети могут участвовать и самостоятельно. А вопросы этой части давались в форме теста. Вот на следующем слайде представлен пример из викторины песни нашей Победы. Вопрос про слово «лейка». Мы все знаем, взрослые люди знают песню военных корреспондентов, где есть такие слова «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли». Вопрос, что такое лейка? Ну, в тестовом режиме мы даем варианты ответов. Это инструмент для полива, да, вот сейчас в прямом смысле дети так могут понять. Разговорное название автомата, фотоаппарат или название пишущего инструмента. Ну и вот мы надеемся, что ребенок нажимает правильный вариант, номер три, это фотоаппарат. И дальше дается фотография такого фотоаппарата. Ну, а еще такое разъяснение, что лейка, почему такое название сложилось, это фотокамера изобретения Оскара Барнака. Название происходит от первых частей слов «лейц» и «камера». Эрнст Лейц – это хозяин фирмы, выпускавший в основном микроскопы. Но вот прославился такой фотоаппарат немецкий. И по-русски мы говорим «фотоаппарат лейка», а по-немецки это название звучит как «ляйка». Во время войны немецкую фотокамеру «ляйка» использовали обе стороны фронта, и знаменитые советские фронтовые корреспонденты делали снимки лейкой, о чем и поется в известной песне. Но если такую викторину проводит онлайн-учитель, то занятие превращается, ну там есть и более сложный вариант, уже не в тестовом режиме, занятие превращается в интересный и познавательный разговор как для детей, так во многих случаях и для взрослых. И вот некоторые вопросы. Попробуйте задать их своим ученикам, знают ли они ответы на них. Вот в очень известной песни артиллеристов «Как дети поймут слово «батарея»» «Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину, огонь, огонь». И вопрос возникает тогда «Батарея» — слово однозначное или многозначное? Если многозначное, то надо сформулировать эти значения. Или пример песни «Катюша» всем известной «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Вот сначала здесь речь идет о женском имени. А вот какое значение слово «катюша» имело в годы Великой Отечественной войны? На слайде вы видите, как «катюши» выглядели и как они использовались. Завершая свое выступление и заканчивая рассказ о таких вот проектах, которые осуществляются как очно, так и дистанционно. Хочу еще раз сказать, где бы ни осуществлялось обучение русскому языку, давайте добиваться того, чтобы это было интересно нашим ученикам, и чтобы они хотели познавать мир на русском языке. Это самое главное, потому что такой процесс познания мира на русском языке может продолжаться всю жизнь. Спасибо вам за внимание. Дорогие коллеги, я неоднократно в последнее время говорил, что мы с вами как будто бы начинаем жить в эпоху словаря. Действительно, те психофизиологические изменения, которые происходят с молодыми современными людьми, с детьми, с молодым поколением нашим, в восприятии текста, в самом широком его понимании, они подталкивают нас к тому, чтобы все больше и больше обращаться к самому главному филологическому жанру, в части научных исследований и в части возможности воздействия на общество, к словарю. Действительно, если сейчас мы отходим от работы с большими синтаксическими периодами, с привычным для нас развернутым текстом «Войны и мира» и других произведений классической русской литературы, молодой человек все больше и больше воспринимает текст относительно небольшими фрагментами, но устанавливает огромное количество валентностей, связи этого фрагмента с другими подобными же фрагментами и, конечно, желательно сопровождение обширными медийными средствами видеорядом и инфографикой. Так вот, сейчас хотелось бы мне дать слово одному из ведущих современных лексикографов Сергею Александровичу Кузнецову, вице-президенту МАПРИАЛ, вице-президенту РАПРИАЛ, директору Центра коммуникативных компетенций Санкт-Петербургского государственного университета, заместителю директора научно-исследовательского института проблем государственного языка, доктору филологических наук, профессору. Сергей Александрович пришел к нам не просто, а пришел с очередным подарком. Причем этот подарок не только для тех, кто приехал на ассамблею, это подарок и всем учителям, которые работают сейчас в России в очень непростых условиях, и надеюсь всем тем учителям, которые работают сейчас в русскоязычной школе, и надеюсь, что, безусловно, ученикам. Сергей Александрович расскажет вам о новом словаре, который буквально месяц назад вышел в издательстве «Русское слово», и который является уникальным в том смысле, что среди 45 тысяч слов, которые представлены в этом словаре, 2500 терминов и терминологических сочетаний существуют только в школьных учебниках, и не существует ни в одном другом толковом словаре. Как вы понимаете, это попытка засыпать или начать засыпать коммуникативную пропасть между научной лексикографией и школьной практикой. Сергей Александрович, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Обсуждая проблемы преподавания русского языка в цифровую эпоху, скажу сразу, что использование цифровых технологий в итоге хранения и получения текстовой информации позволяет точнее оценить объем знаний, необходимых для полного владения русским языком. А ведь проблема повышения навыков владения русским языком, безусловно, всегда актуальна в России, была актуальна в России. Корни этой проблемы во многом кроются в недостаточном внимании к развитию социально значимых видов речевой деятельности у школьников, таких как говорение, чтение, письмо, слушание. Факты свидетельствуют о значительном разрыве между требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и реальными коммуникативными компетенциями учащегося. Нельзя сказать, что федеральные органы контроля качества подготовки обучающихся и выпускников не уделяют внимания этой проблеме. Школьные сочинения, которые ежегодно передаются на хранение Федеральный институт педагогических измерений, подвергаются выборочной проверке. По данным Рособорнадзора, из предварительно 5 миллионов PDF-копий анализируется около 1000 работ. На их основе выявляются наиболее типичные ошибки. Делается статистический анализ, формируются и публикуются методические рекомендации в адрес органов управления и институтов развития образования. Однако, проводимые исследования и предлагаемые рекомендации мало влияют на развитие навыков успешной речевой деятельности у выпускников. В частности, это подтвердили исследования, проведенные в Санкт-Петербургском государственном университете по широкому кругу проблем функционирования русского языка в качестве государственного языка Российской Федерации, в том числе и проблем школьного обучения русскому языку в этом аспекте. Основные результаты анализа были доложены 5 ноября прошлого года Владимиру Владимировичу Путину в ходе заседания Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку. Было подчеркнуто, что для выполнения требований образовательных стандартов необходимо дать учащимся навыки владения русским языком как инструментом освоения всех школьных дисциплин. Современные требования к образованию предполагают, что изучение школьных предметов, относящихся к различным отраслям культуры и науки, должно осуществляться через призму правильно понимаемых слов, понятий и терминов. Именно в школе ребенок начинает постигать не только значения новых для себя слов и понятий, но также часто первое знакомство со многими функциями языка и речи происходит именно в школе. Эти функции познание и обмена научной информацией, структурирование и формулирование мыслей, накопление знаний, обозначение и обобщение понятий. Эти навыки играют важную, если не определяющую роль в освоении школьных предметов. Результаты школьного обучения во многом зависят от успешного владения научным аппаратом, как логико-понятийным, так и лексическим, а также риторическими приемами использования этого аппарата. Для обеспечения условий, способствующих эффективному усвоению школьных предметов необходим специальный языковой справочник, а также, что очень важно, навыки использования справочника не только учащихся, но и у учителей. Однако неумение школьников пользоваться толковыми словарями и справочниками, языковыми справочниками, представляется серьезной, возрастающей проблемой нашего образования. Она проявляется в неполном понимании, иногда и в полном непонимании учебных текстов. Конечно, конечная причина таких коммуникативных неудач – незнание значений слова и непонимание смысла сказанного. И как следствие этого неспособности понять и запомнить, а также пересказать прочитанное. В учебниках встречаются термины, которые не объясняются в тексте самого учебника и отсутствуют в толковых словарях русского языка. Вот, например, оцените степень понятности фразы «Наиболее древней формой жизни была, вероятно, примитивная прокариотическая клетка, вознисшая более трех с половиной миллиардов лет назад как результат биопоэза». этот текст я нашел в учебнике биологии за 11 класс. Выпущен этот учебник был в 13 году и рекомендован к преподаванию в школе. В настоящее время существует значительное количество словарей русского языка различного назначения для школьников. Словарики, в которых указаны так называемые словарные слова, насчитывают порядка от полутора до двух с половиной тысяч слов. Самые полные школьные словари насчитывают порядка шести восьми тысяч слов. Такие словари для школьников не соответствуют реальному объему лексики, который необходимо освоить для понимания школьных предметов. Слова для таких справочников отбирались по моему предположению, по частотному признаку, а правила описания фокусировались во многом на толковании основного значения. И хотя словари состоят из слов знакомых, интуитивно понятных, однако объяснение значений даже этих слов нередко вызывает у школьников серьезные затруднения. Добавлю также, что социально-бытовая, культурно-литературно-художественная и профессионально ориентированная речевая деятельность значительно отличаются друг от друга, поскольку словарь, используемая функцией справочника для школьника, должен в качестве объекта описания избирать те сферы речевой деятельности, в которых реализуется совокупность профессиональных знаний и умений, а также ценностей изучаемых в школе. Известно, что последовательное и полное прояснение непонятных мест в тексте значительно повышает мотивацию школьников в учебе, делает глубоким и прочным его знание. Между тем, школьная практика говорит нам, что методики развития речевых навыков, развития навыков речевой деятельности с использованием словарей применяются недостаточно, нет последовательных методических указаний использования языковых справочников при работе с новой информацией. А это значит, что предстоит еще, кроме самих справочников, разработать и методики, методические пособия по работе со справочной литературой по каждой учебной дисциплине. Внедрение методик в учебную практику позволит приобщить школьников к работе с толковым словарем как главному инструменту, проясняющему значение слов. Эти методические разработки позволят привлечь внимание учителей к важности разъяснения значений слов при обучении любым предметом школьной программы. Анализ лексики, использованный в учебной литературе, позволяет сделать следующие выводы. Ну, во-первых, это количественные результаты. Первое. Общее количество лексических единиц, с которыми за время учебы в школе должен познакомиться выпускник 11 класса, составляет порядка 100 тысяч слов, и это без учета имен собственных. В этот список входят также слова и терминологические словосочетания, которые до сих пор не были объектом описания общей толковой лексикографии. Около половины из них встречаются в тексте один-два раза. Слов, которые использованы пять и более раз, насчитывается около 60 тысяч. Из них слов и словосочетаний отсутствующих словников, словников самых полных толковых словарей, но использующихся в текстах современных школьных учебников оказалось около 6 тысяч. Второе. Язык современных школьных учебников и литературы, рекомендуемый для внеклассного чтения, не отражается в имеющихся языковых справочниках, которые были подготовлены к изданию задолго до появления действующих современных образовательных стандартов. Третье. Существующие методики формирования и развития речи не в полной мере отвечают требованиям федеральных стандартов, ориентированным на совершенствование способности обучающегося применять полученные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. Качественные результаты анализа. Сопоставление лексики учебников со словниками современных толковых словарей позволяет выявить три типа случаев расхождения в словарном составе. Во-первых, это лексика, которая ни в одном из своих значений в школьных учебниках и учебных пособиях не используется, но используется в рекомендованной литературе для внеклассного чтения. Таких слов оказалось около 20 тысяч. Во-вторых, слова и словосочетания, которые используются в образовательной деятельности лишь в отдельных своих значениях. Таких слов оказалось около 40 тысяч. И, наконец, третий случай представлен лексикой, выражающей специальные понятия и научные термины, которые отсутствуют в словниках больших толковых словарей, но используются в текстах современных школьных учебников. Таких слов оказалось около 2,5 тысяч. Поведем примеры таких слов с частотной характеристикой встречаемости. Выделительный 211 раз встретилось галогены 204, гидроксид 778, гидросфера 256, глобализация 214 раз, дискриминант 183 раза, зигота 162 раза, интерфейс 205 раз, квадратичный 153 раза, ковалентный 239 раз, кодирование 328 раз, литосфера 277, медиана 793, межличностный 162, морфемный 237, неметалл 364, окислитель 264, оксид 2011, органоиды 175, подчинительный 247, покрыто семенной, 148, полуплоскость 233, правоотношения 430, прокариот 158, протон 274, миоз 169, митос 133, малярный 189, равноускоренный 211, растровый 311, резистор 261, самопроверка 266, сервер 282, скалярный 166, словообразовательный, уж на что, да, 240 раз, сочинительный 222 раза, ни в одном словаре не встретилось, табличный 181, файловый 179, форматирование 185, цитоплазма 381, экосистема 185 раз, эукариот, ну, понятное дело, 133 раза встретилось, но это была выборка 260 учебников и учебной, и справочной литературы, предлагаемой школьникам с 5 по 11 класс. В 2020 году в Санкт-Петербурге был издан словарь для школьников, в котором истолкованы понятия, ранее не встречавшиеся в толковых словарях, но часто использующиеся в школьных учебниках. Таким понятием, как, впрочем, и многим другим, были даны унифицированные, простые, доступные толкования словосочетанием с энциклопедической информацией. думается, что особенность метапредметного описания специальной лексики в толковом словаре общего типа состоит в том, чтобы стимулировать формирование научного и обыденного уровней языкового сознания школьника, а также сохраняя вектор на переход от обыденного к научному, указать на близость и взаимосвязь обыденных представлений и научных понятий. Вот этот школьный словарь, он издан был в этом году в издательстве «Русское слово». Двухтолмник, довольно толстый. Он мог быть тоньше, но современные существующие санитарные нормы, издания справочников для школьников диктуют такие форматы, которые довольно трудно себе представят. Здесь 45 тысяч слов и два тома, большущих два тома. Вот такой словарь был издан, и я надеюсь, что он принесет какую-то пользу. Но приведем примеры того, как научные и обыденные представления, ну, или книжные представления совмещаются в этом словаре. Ну, например, аксиома в математическом смысле это научное утверждение, принимаемое без доказательств в качестве исходного, отправного для данной теории и используемое при доказательстве других ее положений, называемых теоремами. Сколько дается указание, сравни постулат и теорема. Второе значение, неоспоримое суждение, очевидная мысль. Впервые указана энциклопедическая справка. Здесь говорится, что впервые это слово аксиома встречается у Аристотеля, а в русском языке этот термин известен с петровских времен. При аксиоме, как я говорил, есть указание на слово постулат и теорема. Смотрим слово постулат. Постулат, латинское постулатом требований. В специальном значении это исходное положение, принимаемое без доказательств. Сравни аксиом и теорема. А теорема от греческого теорема доказательство положения. А это в специальном значении научное утверждение, истинность которого устанавливается путем доказательства на основании аксиом и других ранее доказанных положений. Сравни аксиом и постулат. Еще одно слово приведу. Довольно известное теперь домен. Первое значение это в историческом смысле в Западной Европе в Средние века. Это личное земельное владение феодала. На уроке физики объясняется домен как область химически однородной среды, отличающаяся магнитными, электрическими, упругими свойствами или упорядоченностью в расположении или ориентации частиц. И третье информационное информация. да, из информатики это определенная зона в структуре адресов интернета выделенная для обеспечения доступа к информации, размещенной ее владельцами. Вот такие описания в этом словаре существуют. Я надеюсь, что конечно на уроке в школе с таким словарем использовать его довольно трудно, но дома в удаленном доступе при подготовке к занятиям этот словарь можно использовать. Надеюсь, этот словарь будет способствовать этическому и познавательному развитию учащихся, обогащению активного и пассивного словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении всех учебных предметов, осознании учащимися взаимосвязи между речевыми умениями и своими интеллектуальным и социальным ростом. Уверен, что такой словарь принесет пользу школьникам, желающим получить обучение, продолжить обучение самым разным профессиям и специальностям. Спасибо за внимание. Желаю всем неизменного здоровья и успехов. Россия многоязыковая, многорегиональная страна, да еще с компактным проживанием говорящих на одном языке. Поэтому проблем очень много не только в внешних по отношению к России регионах, но и в России. В этой связи чрезвычайно важный для нас регион, замечательный университет, Казанский федеральный университет. Там работают замечательные русисты и в условиях, в которых мы оказались, в условиях необходимости проведения образовательного процесса, если не в чисто дистанционном, то в смешанном формате, особое внимание мы должны уделять инициативам и новым технологиям, которые еще разрабатываются. Возможно, они несовершенны еще, даже наверняка несовершенны, но сам по себе опыт разработки их чрезвычайно интересен. И мне кажется, что всем будет полезно познакомиться с тем опытом, который нам предлагает Казанский федеральный университет. Пожалуйста. Сейчас будет продемонстрировано приложение, разработанное Казанским федеральным университетом Studerus. Данное приложение предназначено для обучения иностранных студентов правильного произношения русской речи и обучения русскому языку. При запуске данного приложения студенту предлагается пройти ежедневный автоматический сформированный тест. Данный тест формируется на основании пройденных им уже материалов и совершенных им ошибок. В приложении содержится множество уроков. Уроки состоят из множества заданий. Задания группируются тематически, то есть, например, по отработке правильного произношения конкретных букв и слогов. Прогресс прохождения заданий фиксируется расстановкой галочек. Прогресс прохождения уроков фиксируется в виде процентов и баллов за пройденные тесты. По прохождению всех заданий в определенном уроке учащемуся разрешается пройти тест, причем тест он может проходить множество раз, улучшая свой результат. Прогресс прохождения уроков и результаты прохождения тестов фиксируются во журнале, который отображается у самого учащегося. Данный журнал доступен студенту, а также данный журнал может быть доступен преподавателю, если студент залогинился в приложении и ввел свои данные. В настройках приложения можно поменять голос диктора, например, с мужского на женский, либо выбрать один из нескольких вариантов дикторов, который будет наиболее комплексным для студента. Также, кроме различных уроков, в приложении содержится обучение алфавиту для обучения студентов правильного произношения именно букв. Для каждой буквы, слога и слов в приложении содержатся графические материалы. Это картинка либо анимация, ассоциирующаяся с данной буквой, слогом или словом, а также слово, которое с ним ассоциируется. П Р Теперь перейдем непосредственно к какому-нибудь заданию. Как было продемонстрировано, при правильном произношении слов учащимся предлагается произнести следующее слово, то есть он научился правильно его произносить и правильно произносить слоги в нем и ударение. При неправильном произношении слова слово или слово, учащимся слово подсвечивается красным, а также, возможно, фиксация ошибок, которые он допустил. Например, неправильное произношение ударения в слове «сама», когда в первый раз оно было произнесено как «сама». В результате данное приложение позволяет учащемуся полноценно изучить правильное произношение русских букв, слов и слогов. Я уже говорил о том, что мне кажется, что мир, который будет существовать после того, как мы справимся с этим общим испытанием, будет другим. И, конечно, многие уже из тех, кто выступал, говорили о необходимости сохранения тех ценностей, которые мы вместе создали. Но, конечно, у нас сейчас есть стимул, и я надеюсь, мы справимся с этой задачей, мы сможем использовать целый ряд новых технологий, которые, не разрушая прежние ценности, смогут сделать образовательный процесс, в частности, изучение русского языка, еще более эффективным. Я рад дать слово Марии Михайловне Равинской, лингвисту, вот молодому, талантливому лингвисту, члену орфографической комиссии Российской академии наук, преподавателю Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Насколько я знаю, вот Мария Михайловна, которая очень много сама работает в школе и знает эту практику не понаслышке, хочет выступить с интересным предложением, которое уже обсуждалось, и, может быть, сейчас время перевести это в формат эксперимента. Пожалуйста, Маша. Рада приветствовать участников Ассамблеи Русского мира 2020 года. Здравствуйте. Когда мы обсуждаем проблему преподавания русского языка в школе в цифровом мире, мы, как правило, обсуждаем вопросы двух типов. Во-первых, вопросы, связанные с тем, какие новые проблемы, какие новые задачи ставит перед нами изменившийся мир и как их решать, конечно. И, во-вторых, мы обсуждаем, как с помощью новых появившихся инструментов мы можем решать уже привычные, можно даже сказать, традиционные задачи. На разных конференциях, дискуссионных площадках типа этой мы обсуждаем, конечно, и вопросы первого типа, и вопросы второго типа. Вопросы первого типа нам кажутся более концептуальными, содержательными, более глубокими, а вопросы второго типа более практические, технические, и они кажутся проще, то есть решить их проще. Но действительно, у нас есть цифровые инструменты, мы используем, если мы ими овладели, конечно, эти инструменты для решения уже привычных, знакомых задач, какие тут могут быть сложности. Однако, как это ни парадоксально, преподавание русского языка в школе и в этом аспекте довольно консервативно. Я приведу один пример, довольно простой. Каждый учащийся школьник пишет сочинения по русскому языку и литературе в школе от руки. Это многолетняя сложившаяся традиция, и ничего пока не меняется в школе, несмотря на все возможности, которые нам ныне предоставлены. Неподготовленный к созданию текстов в электронном виде школьник поступает в высшую учебное заведение, и преподаватели уже вузов вынуждены с ним проходить самые азы. И сталкиваются и преподаватели, и учащиеся с большим количеством проблем, одна из которых очень важная. Это плагиат. Мне кажется, что корни плагиата, в общем, отчасти и тут тоже произрастают. Почему? Когда школьник пишет текст от руки, средний школьник, он старается, как и любой нормальный человек, минимизировать затраченные ресурсы. Он старается сразу написать более или менее, ну почти сразу, написать более или менее приемлемый, гладкий текст, чтобы его не переписывать, потому что переписывание от руки – это неприятная и для многих даже тяжелая физическая работа. Когда вчерашний одиннадцатиклассник попадает в высшее учебное заведение, он опьянен легкостью и доступностью копипаста. Сейчас у него есть возможности, которых в школе не было, и школа его не учила пользоваться этими возможностями. Он может теперь из всего пространства текстов брать все, что угодно и выдавать за свое, например. Бороться с этим, мне кажется, нужно начинать в школе. Если бы школьник привык к работе по самостоятельному созданию текстов в электронном виде с обязательной проверкой в школе на плагиат, он бы уже более подготовленно поступал в ВУЗ, и у него была бы, ну сформировалась бы другая идея, как должны писать тексты. Если говорить про учителей, то тут тоже, мне кажется, было бы важным и правильным перейти на электронную форму сочинений. Во-первых, учителям такие сочинения гораздо проще читать. Не надо бороться с нечитаемыми почерками современных школьников. Кто проверял сочинения, тот знает, насколько это большая проблема. Во-вторых, такие сочинения очень легко комментировать. Их легче проверять, и такая проверка гораздо более эффективна, потому что в электронном тексте есть разные виды выделений, можно оставить сколь угодно продолжительный комментарий, разных типов комментарий. В общем, все возможности у учителя есть. Ну и, конечно, учителю очень легко дать обратную связь. Может просто переслать проверенное и прокомментированное сочинение школьнику или его родителям, или куда-то еще, и так далее, и так далее. То есть такая работа легче и функционально организована. Дальше мы должны, конечно, помнить, что текст, написанный от руки, очень плохо тиражируется. То есть если учитель возвращает школьнику его сочинение, сам учитель теряет возможность с ним работать дальше. Ну, даже если он сделает ксерокопию или отсканирует это сочинение, предполагать, что учитель наберет несколько десятков рукописных текстов и будет их анализировать, собирать по ним статистику, собирать, строить, анализировать динамику изменения каких-то там факторов, но это иллюзия. Наши учителя и так очень сильно загружены, и, конечно, такая трудная и малоэффективная работа вряд ли будет проведена. Если сочинение в электронном виде, конечно, здесь совершенно другая история. При этом у нас сейчас есть возможности для обработки огромного массива данных разных типов, массивов данных разных типов, но мы почему-то сосредоточившись на идее написания текстов от руки упускаем возможность собрать массив, собрать материал, которым владеет каждый российский учитель и который мы каждый год теряем. Чтобы изменить эту ситуацию, нам, в общем-то, нужно сделать один небольшой шаг в цифровой мир. Сочинение в электронной форме удобно и школьникам, и учителям, и родителям, и методистам, и ученым-русистам, и социолингвистам, и психолингвистам, еще большому-большому количеству людей, так или иначе, заинтересованному в хорошем преподавании русского языка в школе. Мне кажется, что такой важный шаг сделает жизнь и школьников, и всех прочих, кто как-то связан с преподаванием русского языка в школе, не только более простой, но и гораздо более яркой и интересной, что самое главное, сделает гораздо более эффективным преподавание русского языка. Спасибо большое за возможность участвовать в дискуссионной площадке на Ассамблее Русского Мира. Очень рады этой возможности, желаю всем всего самого наилучшего, и главное, конечно, в этом году – здоровья! Дорогие друзья, пришло время подводить итоги нашему круглому столу. С одной стороны, это сделать легко, с другой стороны, сложно. Сложно, потому что участники круглого стола и те, кто не выступил на круглом столе, но тоже мог бы сказать свое слово о своем опыте работы в это трудное время, конечно, понимают, что проблем очень много. И нам предстоит их решать, вероятно, не очень короткое время, в тех условиях, чтобы ни в коем случае не прервать традицию, которую мы с вами так долго берегли. Традицию усиления позиций русского языка, расширение сферы его применения, увеличение русскоязычного образовательного пространства. Не могу не сказать сейчас, что нам очень не хватает Людмилы Алексеевны Вербицкой. Людмила Алексеевна Вербицкая, которая за свою жизнь сделала очень много для того, чтобы русский язык, русское слово звучало во всем мире, и все те, кто посвятил свою жизнь поддержке русского языка, были бы вместе. Давайте вспомним ее добрым словом. Никто ее нам никогда не заменит, но то, что сегодня мы, опять же, вместе, это ее заслуга. Это о сложностях, которые мы обязательно будем решать, и я уверен, что мы решим и выйдем на новую высоту, на более эффективную реализацию образовательных программ в русскоязычном образовательном пространстве. Я уверен в этом не только потому, что мы слышали сегодня от наших коллег возможные пути решения возникших проблем. Я уверен и потому, что сейчас у нас замечательные руководители, которые возглавляют наше движение в поддержку русского языка. Это и фонд «Русский мир», который, я надеюсь, сделает все возможное, чтобы поддержать те интересные предложения, которые прозвучали у нас на круглом столе. Вот Вячеслав Алексеевич Никонов, «На вас надежда». Это и Владимир Ильич Толстой, который возглавил после Людмилы Алексеевны мапрял и рапрял. И сейчас можно сказать, даже по итогам довольно короткого времени, что эти организации в надежных руках. Коллеги, давайте думать о хорошем. Давайте будем вместе, потому что только вместе мы сможем сохранить то лучшее, что мы вместе создали, то, что связывает нас сейчас и то, что мы обязательно построим в будущем. Спасибо вам. Здоровья, счастья и пусть вокруг нас все больше и больше звучит хорошая, качественная русская речь. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok